Это делают известные футболисты, президенты и даже короли, как считают ученые, зря. Одна из самых обсуждаемых тем этой недели – объявление гомеопатии лженаукой. Так, специальная комиссия Российской Академии Наук пришла к выводу, что за два века врачи-гомеопаты никого не вылечили и вообще, вполне возможно, только навредили своим пациентам. Что ж такое гомеопатия и с чем ее едят, разбиралась Алена Бензик. В переводе с греческого «гомео» похожий патос болезни. Лечение этим методом работает по принципу народной пословицы «клин клином вышибают». Допустим, если взять мышьяк, при отравлении мышьяком появляется озноб, тремор и диарея. А если взять в малых количествах мышьяк, то можно ими лечить дизентерию. Гомеопатические средства готовят из минералов, животных и растительных тканей. А рецепт зачастую незамысловат. Разводим нужное вещество в воде от одного до нескольких сотен раз и получаем жидкость, из которой делают гомеопатическое лекарство. Кажется, это то же самое, что растворить каплю в море. И шанс найти лечебную молекулу в тонне воды – ну, один на миллион. Но гомеопаты уверяют, что вода помнит, какое в ней было вещество, и этим самым лечит пациентов. Как работают сахарные гранулы, до конца не изучено. Помогает железный довод излечившихся. Елене Асташенко неважны научные объяснения. Достаточно того, что гомеопатический препарат подействовал и вылечил ее. Я не стала лечить традиционными методами. Я сразу пошла к гомеопатии, потому что я не хочу лечиться этими препаратами гормональными, которые влияют на все, на все. В общем-то, разрушают организм. Я даже и не попыталась этим лечить препаратами. И поэтому сразу обратилась к гомеопатии. И результат отличный был. То есть я пролечилась гомеопатическими средствами, и, соответственно, все ушло. И ушла киста в яичнике, и ушли полипы. Отсутствие побочных эффектов единственный плюс гомеопатии, считают медики. При этом подчеркивают, что сахарные шарики с микродозами ядов опасны. Пострадавших от гомеопатии довольно много. Но в основном они пострадали своим карманом, глупостью и тем, что не обратились своевременно за нормальной медицинской помощью. Обычно такие люди чувствуют себя дураками и не любят рассказывать, как они попались и лечили геморрой гомеопатическими огурцами. Доктор психологических наук Дмитрий Четверяков без сомнения говорит о гомеопатии, как о лженауке. При этом профессор признает, что пациентам помогает вера в чудодейственные таблетки. Мы видели ситуацию, когда от невинного глицина, от которого ни холодно, ни жарко, который вообще никаким образом не влияет на нашу внутреннюю среду, человек спал сутками. Он верил в это, знаете, как святая вода. Она помогает, помогает абсолютно здоровым людям. Но какой может быть эффект плацебо, если речь идет о животных? Ветеринарная гомеопатия популярна в сельском хозяйстве. Многие фермеры уверяют, что именно благодаря ей отказались от антибиотиков. Поэтому приверженцы гомеопатии обвиняют в лоббировании своих интересов фармацевтических компаний. Алена Мензи, Картак Мурадян, Сергей Степанишин, Евгений Слепов, Алексей Попов. Омск.Здесь.